Всем привет! С вами Тед и сегодня мой крутой, крутой, как бы так назвать, спин-офф на мой аккуратный билд в Stargate против Зерга за Протаса. Посмотрите, Протас против Зерга, играем в Stargate, играем в грелку в iDrive и тут прям очень крутой и хитрый план. То есть мы делаем все почти то же самое, как и в прошлом ролике, но совсем другие атаки будут, будет другой прессинг. И то есть вот эту стратегию вы можете играть как отдельную стратегию, так и использовать ее, например, на турнире. Если у вас несколько игр подряд против Зерга, вы показываете, что вы вроде бы делаете одно и то же, но каждый раз это разное. Ну и в этом сила. Поэтому описание всего начала игры вы можете увидеть в предложке. Вот она там сверху. Там вначале я рассказывал все про то, что должна делать пробка. Если вы увидите, что это 12-й пул, опять же, предложка, смотрите видос, как убить 12-й пул. Вот. Если же вы пробкой приезжаете, видите хату, видите газ-пул, вы едете домой и рассказываю по билду, что нужно делать. В данный момент вы билд видите на экране. Посмотрите внимательно на экран. Вот он. Скачать реплей, скачать текстовое описание можно у меня в дискорде. Ссылочка уже внизу в описании, а не в подсказке. Вот. Соответственно, открываемся в Stargate. Если все сделали правильно, Stargate вот в 16-17 ставится. Делаем два адепта, делаем варп гейт. Получается, второй адепт бустится на всякий случай. Делается третий адепт. Это все пока повторяется прошлый билд. Делаем грелка раз, грелка два. И вот тут уже начинаются легкие отличия. Объясняю. Ваша задача этой грелкой в прошлый раз было прям показать, что мы... Ну, типа, заставить зерга понять, что мы вроде собираемся ставить третью, подчистив здесь оверов. То есть заставить его разведывать. Здесь наша задача грелкой зачистить вот эту зону. То есть, чтобы оверы не могли залететь незаметно и понять, во что вы сейчас играете. Соответственно, грелка летит сюда, ищет оверов, убивает их. И вместо того, чтобы заказать вторую, вы ставите флитбикон на 3.50. Вот. Тем временем там два газа шли в 3.30. Наполняем их, наполняем. Нексусы. И трюк, как и был раньше, когда у нас по 16 рабочих, мы начинаем наполнять уже Нексусы отдельно. И создаем там группу с рабочими дополнительно. Вот. Начинаем делать керреров, да, наши любимые батоны. Это вообще прям уникальных раз двух батонов сейчас будет. То есть эта грелка здесь у нас работает не столько на посмотреть, что там происходит, сколько на прям не дать вообще увидеть, что мы делаем. После первого батона ставим твалайт форжа 2 гейта. Заказываем второго. Вот. Продолжаем строить рабочих. Не спеша выбегаем. И как и в прошлый раз, на шестой минуте Нексус 2 пилона. Газа 2 пилона. Вот. И начинаем делать атаку, получается, адептов. Вот эту вот, да, глефы. И плюс 1 на атаку. Вот. Как только вылазит второй керрер, двумя керрерами летим нападать. Эта стратегия круто работает на картах, где есть мертвая зона между баз. Да. То есть вот если вы здесь можете зависнуть и атаковать то эту базу, то эту, это вот самая лучшая карта. То есть залететь отсюда, быстренько сюда пролететь и играть из мертвой зоны. То есть вот на таких картах это работает круче всего. Вот. Всегда строим третьего керрера. Вот. На третью базу в этот момент ставим сентрей. То есть они помогут нам защищаться. У нас будут 4 адепты, 4 сентри и грелка между баз летать. Здесь мы харасим, да. То есть мы пытаемся поубивать что-то зерку. Здесь у нас комп, который читер, который там настроил юнитов, которые нас контрят. Но я ему поставил минус хп, поэтому такая штука. Что мы хотим сделать с этими керрерами? Самое главное, мы хотим не умереть. Вот это самое главное. В лучшем случае убить пару дронов, убить какую-нибудь квину, да. То есть они, в принципе, жесткие. Они реально будут жестко нападать. Но нам важно понимать, что мы, опять же, мы ими не выиграем игру прямо сейчас. Поэтому нам не нужно ими микрить очень много. Нам нужно, допустим, есть такой трюк. Атакуем газ, чтобы все интерсепторы вылетели в одну, ну, сразу же. И как только они все вылетают, вы начинаете уже нажимать потихоньку на всех юнитов. То есть, типа, убить дрона, 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 дрона. Тогда все окей, все они поумирают. Вот, самое главное, ими выжить, ими сбежать. Потому что сзади, в тем временем, мы ставим роба. А мы ставим, получается, уже с третьей базы насыщенной гейтов, чтобы у нас было 10 штук. Обязательно какую-то статику, да, батарейки, фотонки. И Templar архивы. Вот, делаем Observer Prisma. И дальше делаем пуш на девятой минуте. Смотрите, на восьмой минуте мы занимаем базу уже четвертую. Prisma летит, и мы идем в атаку. Что это за пуш? Кстати, позади я делаю blink. Я делаю плюс два на атаку. И ставлю роба и роба бэй. То есть, следующий мой переход, это будут уже колоссы, это будут сталкеры, что-то такое. В чем прикол? Подумайте о том, что видел Дзерк до этого вообще момента. Он видел, что мы открылись в грелку, да, то есть, и все, больше ничего не делали. Он уже мог предполагать. А вдруг это Армада, вдруг еще что-нибудь, да, но мог и не предполагать. Он мог уже готовиться к тому, что его будут олынить, потому что у нас третья база поздно появилась. Да? Да. То есть, он волновался, он не понимал, что происходит. И тут к нему на седьмой минуте наведываются два батона. Да? Вот таких друга батончика. Вот. Он от них отбивается, и он уже тут понимает, окей, это Армада. Что делать против Армады? У него есть два варианта грамотных. Первый. Если у него как-то подходил билд под это, он мог сейчас наделать кучу, 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 кучу гидролисков. Если билд не подходил под гидру, это могли быть, опять же, караптеры какие-то, да. И вот на этой атаке вы уже отдаетесь. То есть, что гидра, что караптеры, это дорогие юниты, и их не будет очень много, на самом деле, после того, как он готовился к Харасам. И вы приходите чем? Адепты и Архоны. То есть, это те юниты, которые разваливают что гидру, что караптеров, да. Это такая двухходобочка, левый-правый. Заваливаетесь, если выжили батоны, очень круто, у вас ДПС армии катастрофически просто. То есть, да, у вас сопла и не будет 200, но ДПС жесткий, просто очень жесткий ДПС. Продолжаем, естественно, доварпывать по 10 адептов, ну и, в принципе, на 10-й минуте у вас будет 200 лимита, и, ну, армия прям жесткая. Вот. Адепты и Архоны доварпываем. Прям мощнейшая армия, очень крутой, хитрый, хитрый билд. Поэтому, в принципе, с таким билдом вы точно сможете убивать кучу зергов на ладере. Вот. Поэтому, ребят, все, кто посмотрел билдос, всем большое спасибо. Я надеюсь, билдос вам поможет. Обязательно оставляйте лайк, коммент. Это будет круто, приятно. А с вами был Тед, и, собственно, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok